Сегодня у нас 28-е, успение при Санкт-Петербурге Малинии, Богородице. А вчера 27-го из почвы позвонил наш близкий человек, инвалид. Он вчера целый день пролежал, почти к вам только вышел. Привезли дрова, да дрова береза, карстасина и тополь. Да еще и по-моему, чтобы выбить эту. Не сразу догадаешься, это мы все подряд. И вы были вверху. И обратно ехали. Поздновато все сделали. Ну молодцы просто. Я посмотрел все, как работаете. И вдруг сегодня утром кто-то ко мне стучится. Я к окошку к одному никому нет, ко второму нет никого. Я давай, ну пока в другой раз сижу там еще с просонок. И штаны не надел. В интернете мне быстрее ответить, дальше на молитву, чтобы... Я скорее всего выскочил, а машина разворачивается и пошла. А я кричать, я уехал. А это ты был. Чего ты скучал? Я хотел попросить благословения и молитв на то, чтобы мы поехали искать телефон, который я выронил, когда ехали мы на обратный путь. У меня вопрос, как? Мы когда с Ковчином поехали, я вижу сидит заяц. Я остановился, фарами его слеплю. Он сидит, не двигается. Ну и мне вот это... А я где-то слышал, что если фарами заяц слепишь, даже вот едет, он бежит и никуда не сворачивает. Он как зомбированный, что ли. Абсолютно, 100% неправда. Мы с Игорем едем, когда их десяток бывает, они, погреши, парень, когда я прыгну в сторону, и нет его. Ну да, но они... Я тоже когда ездил, они прямо долго-долго бегут вот на благофары и никуда не сворачивают. Ну почему он же понимает, что за ним погоня, почему он не прячется? Он этого не знает. А он... Ты догоняешь, ему нужно сделать поворот. Ну и что? А он тебя выманул из машины? Он меня из машины выманул. Ну я вышел из машины, и он побежал, я за ним. И сели в машину, он убежал, в лесополосу. Я еще так... А ты не догнал его? Не догнал. Надо было на четвереньке остановить, чтобы позавище пищать, чтобы подошел к тебе. Ну вот это вот я не знал, когда сейчас буду это... Век живи, век учись сейчас. Ну а где-то было? Между укорченным потеряли? Только вот мы из укорченного выехали, и сразу его увидели. У тебя лукавые выхватят. А зачем он тебе, заяц, объясни? Дальше-то? Мне интересно. Так разрешение на всяжи, думаю, поймаю его, зажарим, покушаем. Позже две недели. Оказывается, он вам нажарил, пока. Да. Ну и что? А когда ты обнаружил, что не телефон? А я когда уже сюда приехал, хотел... А где у тебя телефон был? У меня вот здесь. А ну-ка, снимем всю эту амуницию полностью. Я посмотрю, что она стоит. Так, а у тебя ремень настоящий, да, о, шикарный. И он так застегивается на две этих вот. Да, с ременью уже... И на нем еще и гомонок. Да. А сколько стоит вся эта амуниция с гомонком? Ну, ремень мне подарили, а гомонок, ну, сколько? Рублей, наверное, 500, наверное, стоит. Так, а телефон? Телефон 7 тысяч. 7 тысяч. Разница больше, да? Сейчас для того, чтобы куда-то положить его, у тебя денег хватило. Ремень сохранить, чтобы не слетел. Ты его застегиваешь, заметь. А вот подарили, на копейки не стоит. А то, что стоит 7 тысяч, ты не мог создать ему условия, чтобы он не убежал от тебя. Я теперь понял причину, почему. Я когда поговорил, я его в гомонок положил, и вот так. И не проверил. А надо же, ну, как, и вот он раз, вот здесь вот уже все, он уже не выпадет. И он видно, или когда я бежал, его вот так вот, ну, и вот, как-то, видите, невозможно. Он все закрытый, он никак, он было хоть тряси, хоть, значит, он был вот, и это не сработало. Так. То есть, я думаю, что у одного тебя или как-то еще такое было? Ой, я не первый, не последний, знаете, конечно. Ну, а ты, я знаю метод, а так голову я с собой взять хотел, она уже нашла рыбью голову. Одну села, а другую, покажи, что она облизывается-то. Залезла в шкаф, я хотел взять голову, а она вторую голову нашла. Она уже зализывает, где голова лежала. Я знаю способ, стопроцентная гарантия, не потерять. У меня один человек еще нигде не потерял, если будет делать так. Но тут врагов очень много. Первое, я. Упорный такой характер самости, как у тебя. Тебя не заставишь уже. Или вот сидит с этой стороны и отдох. Покажи у тебя телефон, где? Там лежит. У меня нет с собой его сейчас. Ну, принять. Там денег надо положить. Да ты вообще-нибудь, тебе не звонят и нет. Все, я лишний в этой жизни. У нас отец всегда говорил, таких вот посол, говорит, убить не грех. Убить не грех даже. А может быть и награда. Вот я просто повторяю еще и же слова. Смотри на меня. Внимательно. Вот, вели. Крупным планом. Что у меня? Обыкновенная рубашка. За ремень, за прочее, нигде копейки не платил. Вот, все. Пришитый карман, при том, видишь. Вот он, ее природный. А вот этот вот правый. Правый, рука у меня, я не левша. Поэтому у меня даже кармана его не было. Я подошел к одному человеку, звать Надежда Васильевна, так, карман пришить. Через полчаса рубашку привезти. Она мне минус через пять уже принесла. Она знает. Промедление опасно. Дальше. Пуговка, чтобы обязательно была везде. Вот она, застегнута. Везде абсолютно у меня. В костюме, все карманы, без пуговки не считаю. Тем более, сейчас делаю так. Разрез вот такой вот. А дальше ты. Вот у меня рука сколько, по локоть заходит. Вот она, видишь? Вот она, где шевелится-то. Как это приезжала тут Анна Апанасина ТВ-24. И она подошла вот так у меня. Это вот карман оттуда. До щупы, я тебя уже убили. То есть смешно. Вот все в кармане. А когда поехали, на мне этот, ну, коричневая такая. Карман вот такой высоты. Ровно такой же я пришил еще, удлинил его настолько. И теперь, маленько, руку сгибаю и отсюда вот так руку за... Никогда ничего не потеряется. Она у тебя глубины никакой нету. Никакой. Он занимает все пространство. Теперь смотри. Второе. Я открываю. И там должно быть пространство, я его достаю. Мой телефон сегодня... Вот пришел ко мне один человек, который спонсирует, который платит за меня, за интернет. И телефон этот повез у меня в магазин. И говорит, выбирай любой телефон. Ты бы какой выбрал? Ты знаешь, хороший человек. Вы, наверное, выбрали самый дешевый. Я даже спрашивать не стал. Он пошел к продавцам узнавать со всеми на воротах. Я говорю, пользоваться не буду, он большой. Только самый маленький. Он подошел с продавцами, дескать, самый маленький вроде его убрать, а оставьте вот этот хотя бы. Так что я гарантии не даю, что это самый маленький. Как он называется? Я даже не знаю. Самсон. Самсон. Ну, вот такой вот. Вот сколько он у меня, допустим, пять лет. Я не знаю, когда звонил. Звонил только по нужде, по большому нужде. Кому-то что-то сказать, его встречать надо. На тебя выйти никак нельзя. Теперь, гляди, я его открываю. Время есть. Вот средний я нажимаю. Вот эту вот. А вот теперь что? Она показывает, кто не принятый, входящий, исходящий. Больше мне не надо. Мне только вот эти три нужны. А теперь я нажимаю здесь, вот она показывает, кто. А, а такое-то. Дальше я. Все. Как узнавать? Ну, узнавать как вот. Зато первая какая у нас звездочка. 102. Решетка. И звонить. И сколько у меня надо. И вот что интересно. Телефона у меня не было. Я и не нуждался как бы. Но мне нельзя. Звонят родители, мне надо бежать к барабашам. Я начальник детского лагеря. А люди-то у меня с других сторон. Там из Тобольска, из Москвы, из Германии, из Канады. Как я отвечать буду? Пришлось покупать. Потому что меня уже стали просто доставать. Теперь бреди. Этот телефон очень скользкий и сразу выпадает. Извинит он тихо. Когда плотную, так, ко мне, он грудь шеет. Я сразу беру. А если я еду на велосипеде, рубашка-то так, а он еще оттянул маленько. И я не слышал. Он говорит, телефон. Я детям говорю, если звонят, то дайте знать. Вот я с ними разговариваю, перед строем. А теперь вот все в хору, все. Телефон! Телефон! Видел, да? Да. Везде. У меня столько друзей. Я открываю. Кто? Такая-то. Говорить можно только в 2 часа, садимся за стол. Вот, значит, в 2 часа начинаем молиться и за стол. В это время можно позвонить. Телефон, я говорю, руки не даю. Разговор одна минута. Все. Телефон ему держу, говори. Вот он теперь говорит. Все. Это все в этих, в роликах видно где. Но я наклонился, а он выпал. Буквально в первый день. Эй, да, дело не пойдет. Я спросил, а для него мешочки. Это продаем специально. Вот здесь вот затягиваешь, как это. Она, и вот такая двойная. И вот эта, петелька привязывается. Вот за эту вот, которая здесь петелька. А она выпала. У меня наклонился. А он висит и болтается. Я лежу, он болтается у меня уже, может, полчаса. Я обратно засунул его. Я думаю, это не все. Кроме того, что так, он должен быть затянутый. И вот это вот. У меня он выпал один раз. Когда мы на Южном работали. Но это было рядом где-то, и в Галиндухе нашел. Я сразу же домой пришел ему вот такой вот. Что это? Легко искать. Конструменты. Это я работал с клещами. Ты видел, какая привязана? Везде. Значит, что? Вот такая должна быть тряпочка. Это большое сопротивление. Чтоб захлобучивалось. Тут надо еще одну, которую привязываю. В карман. И не торопись. За зайцем пока не бегай. Значит, ты будешь бегать, как заяц за телефоном. Все. Может, вверх ногами меня помешай, тряси и не выпадет. А если выпадет, я его возьму. Ты понял? Мне кажется, что вредно, Евгений Тихонович. Вот в этом месте. Ну, тем более там. Да не кажется. Это действительно вредно. Ты хочешь здесь носить? Значит, выбирай. Или здесь все вредно, может, или бесплодным будешь. Вариант только два. Я вот выбрал. Ну, я понял, выбрал. Зачем ему деть это? Кость один растет, у тебя один кости. Главное, кости у обоих. Ты прав. Но у меня было налево. Еще вреднее. Налево. И прошло неделю-две, я звонил. Больше двух минут нельзя разговаривать. Я не раз прочитал все. Никогда стараюсь не выходить из этого режима. Не звоните больше. А то заблокирую. Все только в одновременно звонят. Не то, что я сейчас это ищу. Я по праву начальника говорю. Ребенку дам слышать. Говори только полезно, не хныкай. Другой раз не дам. А вот домой охота. Ну, это ясное дело. Что охота. Значит, скажи, пожалуйста. Ты сделаешь, как я тебе говорю, хоть что-то из этого? А тут надо не что-то, а весь комплекс. Чтобы он у тебя лежал, где ты держишь, держи. Чтобы у него был вот такой вот. Никита, вот заметь, мы работаем на Южном. Ну, ты видел там. Работаем на Рыжковском. За один день я три раза нахожу его телефон. За один день три раза. Гляжу, валяется. Никита, а ты что, телефон? Ой, мой. Ну, сделай вот так вот. Не, зачем делать-то? Дядя Игнатий найдет, подаст. Три раза один раз было. Ну, два раза это не так и редко. Я ему дарю вот этот отвод, который купленный, с веревочкой. Затягивает-то. Я ему дарю. Гляжу, а не поврось. Положить и привязать. Представь себе, сколько у тебя здесь, примерно, сколько там этих, ну, кому ты можешь позвонить? По именам проще. Адресат? Много. Слова много, сколько? Пять, десять, двадцать, сто, двести. Ну, двести, триста. Двести, триста. И одинаково, все. Да. Я тебе еще раз говорю. Этот звонок, притом очень громкий, тебе раздался. Игорь едет, продает. У него там по выставкам сельскохозяйственным, где покупать. У него все телефоны. Потерял? Потерял? Я отправляю в лагерь. Теперь ходите, где в последний раз был телефон? Там-то он на бугре. И дети ходят, вот так вот, руками, ногами ищут. Я сразу весь лагерь поднял. Тревога. Нашли, нет, не нашли. Пришлось заново все восстанавливать. Проходит полгода, опять та же самая история. Один, говорит, это случай. А два, это система. То есть ты из этого выйти не можешь. Что я сказал не так? Те, которые смотрят вот это, старый маразматик, он опять пердун такой, мудак такой. А они, значит, не пердуны, не мудаки. Они очень хорошие, у них ничего нету. Кроме того, чем они назвали меня. Вора поймали. 300 литров он слил. И уже до обеда 50, что ли, 7 дизлайков. Один, говорит, тот, 57 воров сразу выявилось. Ну, кто за вора заступается, а тот кто? Честный человек, чем будет заступаться за вора? Да ему бы хоть всех пересажали. Вор должен быть где? Помните, вы сотки-то говорили? Где? В тюрьме. В тюрьме. И вопросов нету. Телефон какой должен быть, вот так вот, в безопасности. Тебе в Бог верил. Вы недавно слышали? Всю эту беду устроил Тим. Я говорю, какой Тим? Ну, Тима, этот, Тим Бернерсли. А при чем он тут? А вот через интернет это все и меня нашли тут теперь. А почему он против? Приезжают серьезные новости. Ко мне один человек. У-у-у, замечательно. Говорю, Российское информационное агентство. И вдруг отказывается, видимо, кто-то еще там мигнул, мигнул у нас свет там и пришел. А отказывается, он, приехал какой-то? Да, 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 он приехал. Да. Чтобы интервью, которое я с ним беру, было опубликовано. А так, как правило, кто? Кого и ищут? Алименщики. Он услугался где-то, и теперь там его и нету. Ты только не боишься, у тебя плюс есть. А это даже этого плюса нету. Мы сегодня говорим не только о телефоне, а о потере души. Как ты споткнулся, где было. Это вот Суторминат вот нашел, он говорит, я просил тебя, ну, Валерия звать, кажется, так. Почему ему не приехать сюда? Я посмотрел, он праздник детства. Понимаешь? С одной стопки этого не понять. Это надо, примерно, каждый день хотя бы по пол-литре хлебать. Одной на стойке. Праздник детства, причем, разобратье, пили чумы. И праздник детства. Две вершины Казбека, одни мужчина, другой женщина. Ты пойдешь, куда уже занесло? Оттуда выхода нету. Геленджик. А геленджик и щиток. А сейчас бы зайцы слушали, нашел. Няли. Да, здравствуйте. Так, выходи далеко. Вы сейчас закончили должны. Я с вами сниму. С миром принимаю. Подгоните. Проходи, мы тут закончим сейчас. Он вчера телефон терял, я вам сейчас пробираю. Поделись сам своим опытом. А как, чтобы не потерять телефон? Мне сейчас только покажут. А сначала скажи, как терять. Как терять? Да. А терять очень просто, значит. Из-за нашей безвлаберности. Карман дырявым я был. Я положил и поехал. Приезжай домой, я в лесополосе, значит, это, заготавливаю дрова. Вот, ребят, которые кололи. А чтобы чистая запись была. И это. Значит, приезжай домой, телефона нет. Выгружаем телефон, дрова и обратно туда едем. Я звоню с внучка телефона, а он, значит, это, лежит там. Он лежит спереди. Впереди машины. Я еду, он лежит впереди машины. Деда, я телефон нашел. Ну, что ты ему дал за это? Ну, что, благодарность объявил. Ну. Что ему там? Сказал спасибо, внучок. Он два телефона нашел, чтобы их отдал. Я знаком с людьми, которые теряли не телефон, а еще когда были эти электронные часы, появились, они дорого стоили. Мы пошли в лес. Я говорю, ты вот как сделаешь, стопроцентная гарантия. Слушай меня внимательно. Карман должен быть неделябый, два раза прострочи. Дальше, телефон или часы у тебя, закладывай вот такой мешочек, они продаются. Здесь он затягивается. Вот этот конец, который длинный, вот такой вот, то вот сюда продерни его и сразу залежи, и все. А потом вот такой красный, чтобы легко было найти. И сверху застегивается, вот он, я никогда не могу потерять. Приходят, в церкви обворовали. А тебя как? А я в трамвай ехала. Везде. Меня ни разу в жизни ни одну копейку не обворовали. А мы проехали никуда не бедно, от Владивостока до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика и Север. Так, 120 тысяч километров, 600 остановок. Тысячи людей. А почему? Уметь хранить надо. Вор ворует там, где отмечает внимание от моего. На что-то отвлек. Поэтому, особенно при посадке в поезд где-то. Тут в это время дай мне друг друга, а он только щипачит. Там это работает. А вы как? Ну, я сижу дома, я тебе показываю. Я надеваю жарко-нежарко трико. А потом брюки. Ну, вот в какое место я еду маленько, по-другому одет этот. И вот трико снизу пришивает длинный узкий карманчик. Там, вот с этого места. Вот так вот он. И туда, в другом месте сюда, только не снаружи, а еще и внутри. Смотри, там у меня деньги лежат. Никогда, нигде, никто туда во время, когда я сажусь, да и кто полезет. А ходить только в сапогах. То есть, 100% гарантия. Ну, мне на будущий год, 10 июня, будет ровно 80. Ну, отдыхаете, когда в сапогах спите, когда отдыхаете? А когда снимаю, у меня носки натянутые, я не один, одеяло закутываю туда, никак. Да и кто там пойдет-то? Все знают, где хранят. Я говорю, мужчина хранить в основном, говорит, дома под половичком, под подушкой, за батареей. А женщина где? Вот там таблицу целое у них. У меня карманник обратился один. Мы встретились, а он отбывал уже на химии был. Его приспособлен художник рисовать плакаты в милиции. А тут грабят у меня вторая строительная. Ну, я там этих, с собаками разогнал всех. Пришел в милицию, а мы прямо рядом здесь же, опорный пункт милиции. И начал их старпалить. Он говорит, я до того перепугался с милицией, так разговариваете. Я тогда КГБ поставил, в пример, вот работают, они работают. За мной следили, три машины они отходили от дома. А вы одну не можете поставить, что руку поезд прошел. Дальше ближе познакомились. Он обратился, покаялся, принял крещение. Теперь художник, иконописец в церкви. Я знаю из первых рук, как воровать, как оттуда. Все раз он занимался карманными кражами где-то. Так, мы договорились. Ты сделаешь себе, чтобы не терять? Такую штуку. Так, отпал. Ты хочешь, чтобы не терять? Вот я сказал, я никогда не теряю. Это же опыт, огромный опыт у меня. Я все время с телефоном. И никогда нигде не... А было бы падало? Было. Ну, болтается. Вот он выпал. А почему? Оторвалась пуговица. А один раз, как говорите, здесь я нашу щищу, прижимаю, и не вижу, что она трет и трет. И после обеда она протерла полностью и выпал. Но это не все. Да, что у меня красная лента. По красной ленте. Вот бы я щищу сразу нашли. Теперь я уже делаю карманом-то с двумя. Чтобы двухполосный был из брезента. Здесь два. Тут не выпадет. Здесь застегивается. Может, не на одну, а на две. И здесь привязывается. Все. А жулик залезет. Да куда он полезет? Он пока лезет туда, я его как-то уже захватил за руку. А это было. Я говорю, что самый дешевый тебе не нужен. Зачем он тебе нужен-то? Он глаза вытаращил. А другой там сильно был. Он взял пальцы молодого-то. Вот так вот лапшу делает из пальцев. В кармане. Я ничего не сказал. Только сказал. У меня больше ничего и нету. Ну, тихо. Он застегивается, телефон-то. И не просто так. Посмотрите. Застегивается, он идет. Телефон-то застегивается. Вот он бережет. Вот эту вот, а не телефон. Он бережет гомонок и пояс, который он не платил. Это 7 тысяч стоит. А это сколько стоит-то? Так он для этого сохранения. Да смотри, какая пряжка. А до телефона-то ничего и нету. Забыл вот эту вот нажать-то. Ну, побежал за зайцем. Ну, вы сейчас тоже забыли застегнуть. Ну, застегнул. Но дальше-то, кроме того, что я забыл застегнуть. Ну, да, да. Ну, там-то мы, мол, выпал. Мы звоним. Он, во-первых, звенит. И это не нужно. Он зазвенел, мы услышали, нашли. Дальше. Я тебе не все сказал. Ну, это хорошая, как бы, красная штука. Они продают вот эти мешочки такие сшитые. Угол. Специально продают. Так это не все. Кроме того, выходя из дома и едя, я постоянно рукой прикасаюсь еще со мной. Проходит какое-то время, я опять со мной. Опыт. Я тоже проверяю. Это опыт. Игнать Игоревич, так вот, кардиологи докажут, что нельзя на грудитель боль. Вот, другой вариант здесь, говорит. Тут, говорит, выбирай два варианта. Или будешь без сердца колоть, говорит, или будешь бесплодным. Вывода-то нету. Не стоит от грузей. Вы еще надеетесь, видно, что у нас не будет. Ну, понимаешь, у меня уже рассказа такого. Грузия въедет, а мать с девочкой, и она поела, и ложечку-то оставила там в кожуре. А мать-то увидела, и сколько раз говорила, серебро туманится, когда с яйцами рядом. Грузия сразу вытащила, век живи, век учись. Понимаешь? Надо главное знать принципы. Принцип – это внимание с молитвой. Ни шагу без молитвы. Я иду сразу молиться. Вот они утром поехали сегодня молиться. А я в это время не разобрал еще почту. На разбогутреннюю почту у меня 20 часа нужно. Каждый день. Каждый день. Я сразу все бросаю на молитву. Только пошел рыбачить рыбачь, я сам о вас молюсь. Глаза туда вытащил, девчонки, а вы едете на сбуграта, с огнем-то. И опять молюсь. У нас молитва – связь с Богом. И приезжаю первым делом поблагодарить. Очень сильно глядит этому, когда ты не благодаришь Бога. Благодарение Богу открывает щедроты Божии на следующий день и на последующий. Бог это допускает. Спроси барабаша, сколько раз терял. Шил это – не шил, опять потерял. А у него сколько адресов-то? Молоко кому завозить. Там по деталям, магазины, директора, плановые где там, ну, все это налоговые. Все, исчезло в один день. Так мы ходили, ходили по буграм, где потеряли. И так и не нашли. Понятно? Володя? А? Все, по телефону понятно? Да. Так, дай ему лежит картон, около часа. Что, заканчат? Так, это отармили. Сейчас мы другой начнем.